хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя завгородний андрей михайлович завгородний у тебя даже украинская фамилия отчасти украинцы есть в роду кто мама украинка да я сам с луганской поэтому отец русский мама украинка где проживаешь в луганске родители на данный момент в москве родители в москве когда вы ехали в девятнадцатом году а почему переехали работать и там остались хуже было в луганске да в луганске сейчас как-то не очень ну если в девятнадцатом то уже было не очень да ну как она по нарастающей после 14-го город восстанавливался и москве получше а какого года рождения девяносто девятого мама семьдесят шестого тебе сколько лет двадцать двадцать три двадцать три да мама какого семьдесят шестого семьдесят шестого у нас небольшая разница с матерью твоей родился в луганске да как то есть попал в незаконное формирование так называемым так называемая она да ну да стопроцентная мобилизация и на остановке прям во имя комендатура переодевали ты все вывозит тебя силы забрали с остановки или как как не по своему желанию а как это все происходило ну то есть на остановку идем и получается подъезжает маршрутка я вижу разворачиваюсь и смотрю друга уже пакуют говорят ну я подошел они говорят все заходи проедемся в военкомат я то есть говорю как так типа ну мы шли своими делами нет нет надо проехаться все ну это как бы пять вооруженных человеку и садишься мы проехались по городу еще 30 человек нас собирали таких-то и отвезли нас все это оттуда уже как бы не сбежишь а если бы сопротивлялся забрали бы силы я думаю через полицию просто или бы через подвал как говорили а чем занимался в луганске да я приехал с москвы паспорта поделать российский паспорт сделать под новогодние праздники как раз и бабушки на новые платы и паспорта сделать а москве чем заниматься 100 лет работал там мебельный заказ на заработки ездил да к отцу а после школы учился где-то в сельхоз университете на финансисты в луганске в луганске да и окончил не до конца не до конца а когда мобилизировали 23 февраля 23 февраля да и в плен когда попал 6 сентября 8 8 почти год до полгода полгода а какая должность рядовой войск стрелок так называемого где воевал где стоял под фариком мало клея потом как бы волчьяр всего а балаклей брали нет мы зашли там уже россияне стояли то есть россияне брали а вы как бы удерживать должны были ну как бы у нас привезли там под обстрелами потом распределили по силу стрелял вообще да стрелял да у нас по 15 патронов были пострелять я я не про полигон я вообще типа как бы участия боевых столкновения в рамках прямых боевых не было был балаклей все время стоял на первые 10 дней мы там побыли нас градами на крыло и нас туда увезли а как взяли в шестого числа началось наступление и получается был приказ отступать и короче пока хаотичная стрельба велась я из укрытия вылез мои уже уехали и два дня выходил выходил и не вышел вышел на бойцов за сло и попал плен да без ранений без ничего это же удача что мы с тобой разговариваем сейчас правда ну конечно а вот родители как вообще отнеслись к тому что тебя забрали куда именно в плен мобилизировали ну как не положительно достать они они москве уже были да ну да я от них приехал я поехал на новогодние праздники же говорю и сделать сразу российский паспорт потому что это было уже идея прописаться и у них как бы там планировал уже оставаться и я приехал украинского паспорта не брал правильно я понимаю делал делал до в пятнадцатом году в пятнадцатом году да а где делал и в харьков ездил в киев из киева поехал харьков ездил в тете получается там нужно присутствие мать и 16 лет и я поехал париков и мать приезжал кроме украинского тебя еще какой есть у меня вопрос вот и пятнадцатом году ездил делать украинский паспорт а для чего он тебе был нужен был как существовать отличность как гражданин да но у меня в другом вопрос да то есть я правильно понимаю вот все таки но там ты в украине родился в украине родился рос и так дальше вот там 13 14 были кадры что там некоторые люди там жгли украинские паспорта и так далее ну то есть он тебе нужен был он для тебя важен не ну как нельзя было дальше пойти в семнадцатом году ездил в киев получать право то есть именно украинские ну то есть у меня все как бы семья адекватные не то там не участвовали в майданах никаких этих то есть я получал и права и тут я сделаю свои родители поддержали вот тогда когда был референдум и они не ходили не было а вот вообще какие настроения в семье были по поводу войны на у меня как бы разнесло правовушки на квартиру и все все выезжали я выезжал в одессу четырнадцатого года бабушка в харьков и то есть получается родители остались там не успели вы а бабушка где сейчас в луганске в луганске вернулась в луганск да то есть я как бы вся родня ну как бы в луганске да ну почти да ну а мы вы между собой это обговаривали и так далее вот эти все вещь да ну как на маленький был в шоке был внуков 15 лет война началась все непонятка кто там в россию бешенство оформлял там дядя например кто в украину поехал а вот ну то есть ты ездил там киев харьков и так далее но как бы россия для вас ближе да вот как бы ментально правильно я понимаю поэтому вы выбрали как бы россии там было так что у кого где родственники были оттуда и выжил а вот и кем себя чувствуешь вот я я не могу помнить украинцами родился в украине но с тем как я сейчас в плену и всю жизнь под обстрелами может быть и россиян почему почему ну как бы родина мне дала только всю эту войну по сути ты говоришь украине вот вообще по месте где я родился вроде у вас ты считаешь что это родина дала тебе за сейчас видите политические всякие это это либо россия либо украина по факту это было всегда украину но смотри но тут тоже понимаешь например например как бы если это говорить то кто напал он тут уже это политика тут можно вечно говорить ты не хочешь об этом говорить потому что боишься или но ты не понимаешь но не придем ни к чему насколько это бесполезно мне кажется можно поговорить как как вы считаете нужно то есть ты же сам понимаешь мы там я ни к чему не как бы не склоняю ничего то есть ты говоришь что родина тебе ничего не дала как бы кроме войны да ты как бы обвиняешь украину это же я никого не обвиняю и в то же время как бы ну ты обвиняешь украину и с другой стороны это можно как бы рассчитать чтобы вы гараживать как бы россию но россии я никто никто dies страни не определить потому что я полу-жизни ездил в украину сейчас я полу-жизни еду в россию работает то есть и как бы кем еще считают полу-жизни я ездил в украину полу жизни не ездил россии паспорт у тебя остался украинский правда ли бабу теперь писал заявление заграничная тоже делала украинского не дело заграничного вот смотри вот просто чтобы не понять ты учился в университете да уже то есть ты как бы это было не подконтрольная территория и так далее что там преподавали вообще что говорили украине был у меня преподаватель по истории он там даже книгу свою написал короче про войну но я не брал ничего были такие что там как бы пишу даже но вообще вот что говорят да то есть ты уже генерация которая грубо говоря как бы росла в новых реалиях да не подконтрольной территории и школу там закончил уже когда было так называемая на ровсе в 9 класс до 9 класс потом ты пошел в университет вот что как бы говорят о чем в университете да для этого изучал высшую математику макроэкономику таких но все-таки исторические какие-то вообще образовательные предметы тоже должны были быть до 11 класса на первом курсе уже нет вот и говори что ты не знаешь кем себя чувствуешь да вот ну мы говорим о паспорте данным все-таки у людей что-то как бы в голове если три паспорта как кино силового чувства да ну все-таки вот например там много стран они имеют как бы двойное гражданство и так далее вот внутренне кем-то себя чувствуешь да вот даже если у меня там будет грубо говоря какой-то там ну не знаю вот там у меня бабушка полька да ну то есть она чистокровная да у меня по мне типа польская кровь я чувствую себя украинцем да я здесь вырос эта страна мне много дала я и благодарен и так далее хотя учился этом в другой стране и так далее но я себя чувствую украинцем я понимаю язык польский я могу ним разговаривать но я понял о чем это вот я себя чувствую украинцем нет но я до определенного момента тоже себя чувствую украинцем но сейчас связи с тем что я в плюну на украине как если вам чувствовать украинцы это смотрите жить в россии это не меняет ничего в плену не в плену понимаешь о чем я говорю все здесь новыми реалиями ближе к россии потому что как как у меня вся жизнь будет теперь с россии в евросоюзе не выйду меня там депортирует обратно в украину и посадят как то есть ты себя чувствую больше но я не чувствую дни этого патриотизма может какого-то я не знаю ни в одну ни в другую сторону нет это у нас может поколение такое время за хочется сказать украинцы украинцы соотечественного фактически мне очень жаль что так получилось нашими территориями вообще вся эта война очень много погибших я очень сожалею тем семьям чьи дома разрушены чьи сыновья и дети отцы погибших а россияна чтобы только не прекратили это полномасштабным как спецоперацию чтобы они прекратили эту спецоперацию вообще желал бы чтобы все уже нашли какой-то общий какой-то не знаю знаменатель и все это поскорее закончилось все это поскорее Продолжение следует...